Виктор Ильичёв был одним из самых популярных актёров Советского Союза. Артист играл простых и скромных людей, но эти образы были близки и понятны зрителям. И вызывали у них тёплую улыбку и безграничное доверие. Давайте же вспомним, как сложился жизненный путь талантливого актёра. Виктор Григорьевич Ильичёв появился на свет 5 февраля 1946 года в Ленинграде. Мальчик рос весёлым, любознательным и уже в детские годы удивлял всех своим артистизмом. Витя с удовольствием играл в самодеятельных спектаклях и учился актёрскому мастерству в театральной студии. В старших классах Ильичёв уже не сомневался, что станет артистом. Он успешно поступил в Ленинградский институт театра и кино. После окончания вуза талантливого юношу приняли в труппу театра имени Ленинского комсомола. Позже Виктора пригласили в театр имени Комиссар Жевской, на сцене которого он блистал во многих известных постановках. Дебют Ильичёва в кино состоялся ещё в студенческие годы. Он сыграл небольшую роль в популярной картине «Старшая сестра». Уже тогда режиссёры отметили редкий дар юного актёра. После окончания института его сразу пригласили на главную роль в фильме «Личная жизнь Кузяева Валентина». В основном Ильичёву доставались роли второго плана. Но он умел так колоритно, талантливо, с добрым и тонким юмором раскрывать характеры своих героев, что они нередко запоминались лучше, чем главные действующие лица. Виктор играл простых, добродушных, открытых парней из соседского двора. Зрителям казалось, что они давно знакомы с этими персонажами, и за окраном они проживают реальной жизнью. Виктор Ильичёв замечательно сыграл в таких прекрасных картинах, как «Собака на сене», «Зелёный фургон», «Смотри в оба», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В комнате было четыре кошки. Три вышли. Сколько осталось? Одна. Нет? Думаете? А чего думать-то? Три вышли, одна осталась. Кошек ли четыре было? Дима, не горячись. Но в девяностые годы кинематограф оказался в упадке, как и вся огромная страна. Спасением от нехватки денег и отсутствия достойной работы казался переезд за границу. Так и Ильичёв вместе с семьёй перебрался в Америку. Там он работал в сферах, связанных с кино. Однако так и не стал за границей востребованным актёром. Виктор играл в фильмах у некоторых режиссёров-эмигрантов. Но эти картины не получили широкой известности. Артист тяжело переживал невозможность заниматься любимой работой. Но старался не показывать своих чувств даже близким людям. Любимой и единственной супругой Виктора была артистка балета Светлана Осиева. Молодые люди встретились на праздничном мероприятии. Между ними сразу же возникла взаимная симпатия, которая быстро переросла в глубокое чувство. Вскоре Виктор и Светлана поженились. А потом в семье появился сын Михаил. Ильичёв стал прекрасным отцом и старался проводить с мальчиком как можно больше времени. Михаил унаследовал таланты родителей. Он успешно закончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. И также работал в театре имени Комиссар Жевской. Но после переезда в США молодой человек решил сменить сферу деятельности. За границей он получил два высших экономических образования. И устроился на престижную должность. Ильичёвы купили собственный дом и много путешествовали. Но 8 октября 2010 года артиста не стало. Ему было всего лишь 64 года. Все, кто знал Виктора Григорьевича, говорили, что у него был редкий дар чувствовать прекрасное. Наверное, именно поэтому артисту удавалось так тонко передать красоту души. Даже самого простого человека. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!